Вы знаете, я очень рано поняла такую вещь, что я ощущала себя порой марионеткой, шахматной фигуркой, что как будто что-то меня двигает, как будто в моменты, когда мне что-то безумно нужно, возникали какие-то знакомства, какие-то люди вдруг появлялись в моей жизни. И еще, наверное, в лет 15, когда мне нравилось просто напевать у зеркала с ручкой в руках, изображивала артиста, я увидела четко, точнее даже не увидела, а мне пришла четкая мысль в голову, что я буду петь на сцену. Я знала это еще в том возрасте. Я не особо это сейчас афиширую, хотя я об этом периодически упоминаю. Несмотря на вот этот вот некий, знаете, это не голос в голове, это не картинка, это просто текст. Ну вот, грубо говоря, текст у вас возникает и все. И я как-то не могла принять, как то, что это действительно со мной случится. Меня воспитывали очень скромным человеком, который должен тнать свое место. И я потом жила достаточно хипанскими такими, хипанским мировоззрением. У меня любовь, солнышко есть сегодня, а завтра, вчера нет. У меня не было той вседозволенности, которой принято связывать с хиппи, это наркотики, вседозволенности. Нет, у меня этого не было, я не жила в коммунах. То есть я была обычным человеком, просто светлым, наивным, доверчивым, любящим и наслаждающимся жизнью, природой, цветочками, любыми погодными условиями. И тогда я замечала, что жизнь меня подбрасывала в друзья только музыкантов. Были спортсмены, либо музыканты. Ну, спорт, я просто его всегда любила, поэтому у меня всегда там были знакомы. А музыкантов было много. И уже, наверное, когда мне было 19 лет, уже меня конкретно носом ткнули. Давай, пой! Я помню этот момент, я просто не ставила себе цели, задачи, и мне было хорошо в моем вот этом мировоззрении. И, конечно, я на своей шкуре ощутила то, что когда у нас в нашей судьбе, в матрице прописано то, что мы должны конкретно сделать, то мы это делаем. И если вам интересно, я недавно прочитала такой, наверное, чуть-чуть он будет жестковатый, но полуанекдот, когда лежит дедушка, умирает. И к нему рядом подсаживается смерть. Он ей говорит, а он в больнице лежит. Он говорит, сколько мне жить осталось? Она говорит, две минуты. Он говорит, слушай, скажи мне ответ на один вопрос. Чего бы смысл жизни? Она на него так посмотрела, ухманились, говорит, что ты как думаешь? Он говорит, знаешь, я вот сначала подумал, что смысл жизни в детях, но моего сына забрал Бог в 18 лет. Я отмучился, отбеспокоился, встал на ноги. Потом я подумал, что нет, наверное, смысл жизни в любви. Но моя жена после смерти сына так и не смогла на меня как бы нормально, адекватно смотреть. Она ушла от меня, ушла к другому мужчине. А потом я подумал, что, наверное, смысл жизни заключается в том, это не концепт хороший, а в том, чтобы, наверное, учить людей. Я умею, я могу быть учителем. И я стал учить. Я отдавал всю свою душу с каждому своему ученику. И потом я стал замечать, что все они стали работать или менеджерами, в конце концов. Но не тем, что я им хотел дать. Так в чем же смысл жизни? Она так на него посмотрела и говорит, а ты помнишь Ясю Смирнову в первом классе? Он говорит, ой, ну это было так давно, да, я помню, эта девочка училась. Так вот, помнишь, ты ей подножку подставила, и она, споткнувшись от твою ногу, упала лицом в какашке? Он говорит, ну зачем ты сейчас это вспоминаешь? Ну я был ребенком тогда, дети все дурные. Она говорит, а помнишь, вы ее еще в школе дразнили, яська-говнятка? Он говорит, ну перестань. Она говорит, так вот. Она потом перешла в другую школу, на которой находилась в другом конце города. Она там училась, приобрела новых друзей. И она родила потом сына, который является известным, будет известным политическим деятелем, который ваш весь мир перевернек с нос на голову. То есть он делает мир лучше. Он говорит, и что? Вот смысл твоей жизни, она говорит, заключался в том, чтобы в первом классе ты подставил подножку, чтобы она упала лицом. Вот вы понимаете. Иногда вот это очень честный и верный анекдот. Он показывает, что на самом деле порой наше предназначение заключается в такой мелочи, которую мы не придаем абсолютно внимания, но она явилась тем самым, что поменяла другого человека. Вы кого-то толкнули. Очень много фильмов сейчас снимают. Спасибо. Спасибо. Спасибо.